Доктору искусствоведения, академику Алексею Трофимову, исполнилось 85 лет. Его книги, монографии, сборники посвящены изучению культурного наследия чувашского народа. Выдающийся ученый-искусствовед, признанный эксперт, неустанный исследователь исторического наследия Чувашей, профессор Алексей Александрович Трофимов внес огромный вклад не только в Чувашское, но и в мировое искусство. О его многогранном таланте, как исследователя, историка, языковеда, говорили на научной сессии, прошедшей в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Уроженец Татарстана он начинал учителем черчения и рисования, а затем прошел путь от младшего научного сотрудника до директора гуманитарного института. И еще в годы учительствования Алексей Трофимов начал собирать чувашские вышивки и изучать особенности орнамента. Позже его интересы расширились. Возрождение рунической письменности, выявление связей между чувашскими и болгарскими культовыми скульптурами, изучение народных промыслов. Невозможно перечислить все, чем занимался исследователь, но планов на будущее еще больше. Я человек того века. После военного времени я много трудился, много работал. Я люблю, значит, Россию. То есть Советский Союз имеется в виду. Я люблю и сегодняшний день. Наше правительство. Ну, хочется жить и жить и жить. Я работаю сегодня, как ни странно, с совершенно новой темой. У меня все темы, значит, они новые. А сегодня я работаю над морфологией чувашской искусства. Получше, не получше, не знаю, попробую морфологию. Жизнь, посвященная науке. Так называется фотодокументальная выставка, открывшаяся в музее чувашской вышивки. Алексею Александровичу удается найти такие истоки, такие материалы и идеи, которые выводят далеко за пределы только одного искусства видения и только одного чувашства мороля. Друг, наставник, учитель в жизни многих, он сыграл значительную роль. Если говорить о его педагогических принципах, они не похожи ни на что. Это человек, который дает тебе очень много свободы в твоем творчестве, в твоих научных изысканиях, но при этом он всегда оставляет для тебя ориентиры. И сейчас в Гуманитарном институте мы готовим издание, посвященное профессиональной деятельности Алексея Александровича. И знаете, сложность заключается в том, что за свою жизнь им создано такое огромное количество публикаций, статей, книг, монографий. И все это нужно собрать, проанализировать. Но мы это сделаем, потому что он этого заслуживает. На выставке представлены документы, книги, фотографии и другие материалы из личного архива ученого. Они значимы не только для него, но и для всей чувашской науки. Мы старались охватить все периоды его жизни, это и экспедиции, когда он работал. Ну и сейчас он работает в Институте гуманитарных наук. Много раз побывал в экспедициях и в Самарской области, в Саратовской, и в Куйбышевской области тоже бывал. Собирал материалы для своих научных работ. И он еще является у нас автором некоторых памятников, которые у нас установлены и в Чебоксарах, и на его родине в селях Субаева. Он был научным консультантом монумента матери, является автором памятника Бичурино, который как раз установлен у здания Чувашского государственного института гуманитарных наук. Благодаря таким сподвижникам от науки и сохраняется для потомков многообразное культурное наследие. Валерия Друженец, Игорь Зверев, Валерий Резюков, Республика.